Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед», я не останусь здесь. Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Обсудим местописание, которое мы сейчас прочитали. Я считаю, что в нем находятся важные мысли для нас, если мы настроены серьезно на то, чтобы сделать следующий шаг для Иисуса. Каким бы ни был сезон вашей жизни, знайте, что в вашей двери уже стучится очередной шаг, который есть у Бога для вас. Он не обязательно совпадет с моим. Я никому не желаю делать шаги, которые не предназначены вам от Бога. У Бога есть шаг лично для вас. Бог его приготовил для вас. И мы сегодня поговорим, как его предпринять. Посмотрим второй стих нашего сегодняшнего отрывка. «С огромной радостью принимайте». «С великою радостью сказано». «Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения» или «испытания». Честно скажу, я не хотел бы, чтобы этот стих был в Библии. А если он и будет в Библии, хотелось бы, чтобы вместо слова «испытания» стояли какие-то привилегии. К примеру, «С великой радостью принимайте, братья, когда встречаете разные виды успеха». Мне бы такое подошло. Мне было бы легко принять это с радостью. Это бы утешило мою хрупкую уверенность в себе. Мне бы хотелось наслаждаться успехом. Вот это было бы здорово. Однако это совсем не то, о чем говорил Иаков. Он говорит, «С радостью принимайте, когда сталкиваетесь с различными испытаниями». Если мы рассмотрим это место в оригинале, мы убедимся, что это не просто совет последователям Христа, не просто «Он нам это предлагает», это повеление, это часть христианской жизни. Если мы хотим следовать за Иисусом, нам не стоит упускать это из виду. Мне не по душе то, что подразумевается под этим стихом. Когда я слышу проповеди на это местописание, а проповедники часто проповедуют на 3-й и 4-й стихи 1-й главы Иакова. Но когда они читают 2-й стих, они стараются быстро его пробежать и сразу переключиться на 3-й стих. Содержимое 2-го стиха нас слегка напрягает. Нам такое не по душе. Не подходит для текста на открытку. Но нам тяжело воспринять этот стих потому, что мы не совсем понимаем, о чем здесь говорит Иаков. Библия написана для вас, но не вам. Не нужно путать, Библия написана не как путеводитель для нашего комфорта по жизни. Это не сборник советов по саморазвитию. Это не просто книга о силе свыше и даже не свод правил, как получить благословение. Эта книга учит нас следовать за тем, кто ходил по этой земле, кто жил на этой земле и умер на этой земле, и кто воскрес и сегодня жив, его имя Иисус. Иаков обращается к христианам, которых убивали за их веру, которых приводили в суды и несправедливо судили. Некоторые из этих вещей до сих пор происходят, как мы знаем из новостей. И посреди этих скорбей он говорит им, принимайте их с радостью. Он писал это послание верующим первого века, но его послание относится и к нашему времени. Он писал им это послание на понятном для них языке. Они тогда говорили на греческом языке, которым мы с вами не владеем. Слово «принимайте» на греческом — это «хэгэй омэ». Если вы читаете текст в оригинале и знаете греческий, вы сразу понимаете, встретив это слово, что речь идет о чем-то серьезном. Это слово в греческом встречается нечасто. Это слово носит тяжелый оттенок. Обычно они использовали слово «хэгэй омэ» только по отношению к тому, кто стоит впереди, кто владеет ситуацией и кто понимает, что слово за ним. И если такой человек вступает в битву, он осознает, что исход битвы принадлежит ему. Этот человек сам решает, что войдет на эту территорию и что сможет выйти из нее. Единственный, кто может «хэгэй омэ» — правильно, справиться с ситуацией — это тот, кто главенствует, кто стоит впереди. Они использовали это слово по отношению к главнокомандующему, к лидерам и порой даже к самому кесарю, правитель всего известного мира. Последнее слово за ним. Он все решает. Если я решаю, что мои дети должны есть на ужин, я не узаконю в качестве постоянного ужина чикен-наггетс. Я могу когда-нибудь позволить им такой ужин, но это не станет закономерностью. Я не узаконю такой ужин для моих детей. Мы узакониваем что-то в Конгрессе, в местах, где происходит законотворчество всей страны. И точно так же, как бы вы не стали узаконивать чикен-наггетс в качестве ужина для ваших детей, вы не «хэгэй омэ», а в ваших ежедневных решениях. Вообще «хэгэй омэ» могут далеко не все, только те, кто идут впереди, кто являются лидерами. Поэтому, когда Иаков говорит с великой радостью, принимаете, когда впадаете в испытание скорби, через слово «хэгэй омэ» мы получаем напоминание, что мы должны помнить, кто мы. Помните, кто вы, когда проходите испытания. Вы не сможете перейти к следующему шагу, пока не напомните себе о том, кто вы во Христе Иисусе. Когда вы на горе, вам не обязательно напоминать себе об этом, вам не нужно напоминания, когда у вас в жизни все хорошо, когда вы чувствуете себя героем. Но в момент, когда ты в самом низу, вам нужно напомнить себе об этом. Когда я в долине, когда посреди сражения, или когда не получил ожидаемого ответа, или не чувствуя себя победителем, Иаков говорит здесь «вспомни, кто ты». Вспомни, что могила пуста. Помни, что у тебя есть обетование. Помни, что смерть побеждена. Помни, что болезнь склонила колени пред Богом, которому мы служим. Запомни это. Напоминайте себе. Мы живем в мире, который внушает нам. Забудь. Мир кормит нас с ложечки мыслью о том, что ты тот, кем называют тебя люди. Мир кормит нас с ложечки ложью о том, что правда относительно. Мир кормит нас с ложечки ложью о том, что ты — результат своих прежних решений, но мы служим Богу. Он называет нас теми, кем мы реально являемся. Но как человек, глядя на скорбь, может принимать ее с радостью? В английском это звучит как-то неподоброму, как будто Бог радуется, когда вам больно. Но здесь говорится совсем не об этом. Здесь сказано, что как последователи Иисуса вы будете проходить испытания, но эти испытания не должны украсть у вас то, кем вы являетесь. И если мы хотим сделать еще шаг, а мы зачастую пытаемся делать шаг вперед, но у нас ничего не получается, потому что мы делаем эти шаги как те, кем называет нас этот мир. Мы делаем удобный для себя следующий шаг, но совсем не к этому призывает нас здесь Иаков. Слово «хэгэй омэ» означает, что ты относишься к своему испытанию как тот, кто стоит над ситуацией. Испытания приходят к нам, и мы через них возрастаем, становимся зрелыми во Христе. Но проходя их, мы должны не забывать о данной нам Богом власти и положении в нем. Точно так же, как мы сами решаем, что нам одеть, по какой дороге поехать и чьи посты читать в соцсетях, мы не сможем «хэгэй омэ» испытания, воспринимать их с радостью. Если не будем над ситуацией, не поймем, что Бог дал нам в руки власть над ситуацией. Мы не под ситуацией, она в наших руках. И только получив откровение об этом, мы становимся готовы к нашему следующему шагу. Когда мы являемся теми, кем называет нас Иисус. Больше я не отдамся на милость случая. Не сдамся в руки сложившейся ситуации. Мы должны двигаться вперед, и для этого нам нужно узнать нашу роль. И второе, что мы должны сделать, это принять на себя ответственность. Потому что, бывает, человек знает свою роль, но не осознает лежащие на нем ответственности. Мой папа знал, что он мой папа, но он бросил нашу семью. Он знал свою роль, но не принял на себя ответственность за эту роль. И моя семья до сих пор собирает себя по кусочкам вследствие его действий. Вот так произошло. Если мы хотим предпринять следующий шаг, мы должны осознанно принять на себя ответственность. Иаков призывает всегда принимать испытания с великой радостью. И в хорошие периоды нашей жизни, и в плохие. Бывает, что испытания проходят легко, но бывает, что нам явно не до радости. То, что я не могу отрастить бороду, как Джейкоб, небольшое испытание для меня, особо меня это не заботит. Потому что, в отличие от Джейкоба, мне не в радость ходить с бородой. Какие-то испытания мы можем принимать с радостью. Но чтобы прям все? Разве это возможно? Кто не знает обстоятельства моей семьи? Моя жена уже более восьми лет сражается с опухолью мозга. Я не могу принимать это с радостью. У меня возникает масса вопросов. Я молюсь о людях в церкви, за их исцеление. Я видел немало исцелений. Они происходят регулярно. Я этому свидетель. Но почему исцеление не происходит в моей собственной семье? Мне это не нравится. Это не приносит мне радость. Я не всегда хочу поднимать руки в радостном прославлении Богу. Я сегодня с вами совершенно откровенен. Но я не хочу игнорировать то, что здесь говорится. Если моя жизнь не соответствует Писанию, я не подгоняю Писание под события в моей жизни. Я последователь Иисуса. И моя задача — сделать так, чтобы я жил так, как призывает меня Библия. Я не знаю, какие испытания проходите вы. Для моей семьи это опухоль. Может, для вас это период одиночества. Или вы начали бизнес, который вы считали воплощением мечты Бога. Но он не сработал. Вы стали банкротом. Теперь вы даже не знаете, как звучит голос Бога на самом деле. А вы боитесь снова довериться его голосу. Вдруг это не Бог говорит к вам. Может, вы сражаетесь со грехом, который вам никак не удается победить. Вы снова и снова падаете. Вы чувствуете себя лузером. И вы думаете, «Если бы люди знали, что я до сих пор не поборол этот грех, они бы не сели в церкви рядом со мной». Но об этом Иаков говорит. Когда вы сталкиваетесь с вызовами и испытаниями, «Если вы знаете, кто вы во Христе, принимайте этот вызов с радостью». Вы можете воспринимать трудности с радостью, потому что вы знаете, кто вы в нем. И вы знаете, в руках кого находится история вашей жизни. Вы должны знать, кто вы, и вы должны брать на себя ответственность. Я приведу вам такую иллюстрацию. Представьте, что ваша жизнь — это картина из множества паззлов. Если вы рассыпете на пол все эти паззлы, то чтобы собрать всю картину целиком, вам понадобится абсолютно каждый паззл, каждый уголок, даже самый на вид незначительный, неприятный. Цените все, через что вам приходится проходить в жизни. Все это имеет свою роль и значение. Все это ценно для вашей жизни. И вы должны каждый шаг каждого человека на вашем пути принимать с радостью. То есть не падать духом, но быть над ситуацией. И рост будет происходить, если вы не будете забывать о своей ответственности в каждой ситуации. Если вы будете выбирать только шаги, не несущие никакого риска, ваша жизнь будет ограничена. Чтобы люди, глядя на нас, захотели жить так, как живем мы, мы должны начать сражаться в битвах, в которые другие люди даже боятся вступать. Как это возможно? Мы подчиняемся Иисусу, доверяем Ему во всем. Мы послушны Ему любой ценой. И мой вопрос к вам. В какой сфере вы избегаете ответственности? Где вы притворяетесь, что это не ваша ответственность? Я готов ставить лайки по церковными постами в соцсетях, готов выучить наизусть места Писания, но только не принимать на себя ответственность за что-то. Вы должны знать свою роль, принимать на себя ответственность. И третье, вы должны знать, как преодолеть ваш тайный грех. За этим тайным грехом стоит следующий шаг, который является ключом к вашему прорыву. Когда Иаков призывает с великой радостью принимать различные испытания скорби, он не призывает нас преодолевать все своими силами. Он призывает христиан преодолевать все силы того, кем является в них Иисус. За тем, что держит тебя в тисках, за тем, что вводит тебя в вину и стыд, за тем, из-за чего во время поклонения тебе трудно обращаться к Богу, потому что ты думаешь, что ты не заслужил Его внимания, и, опустив голову, ты молишь Бога снова обратить свой взор на тебя. За всем этим, что смущает тебя и заставляет тебя стыдиться своих поступков, помыслов, сердца и своих мотивов, за всем этим кроется твой следующий шаг в сторону Бога. Нужно сделать шаг, и наступит прорыв. Мой друг был в армии младшим офицером. Над ним были высшие чины. Он был в непосредственном подчинении у старшего офицера. Этот офицер имел очень высокий ранг, и моего друга приставили к нему. В первый день службы на этом посту моему другу объяснили спектр его работы, диапазон его ответственности. Ему сказали, «Ты не имеешь права работать за замкнутыми дверями». Что вы имеете в виду? Если командир захочет войти в ваш кабинет, дверь должна быть не заперта. Вы ничего не должны скрывать. Никаких дополнительных планов, никакого вмешательства личного в работу. Вы приставлены к главному. И в ваши обязанности не входит принимать решение. Вы готовите все для своего босса, чтобы он мог прийти и принять решение. Вот в чем наша роль как христиан. Не моя роль исцелить мою жену, но моя роль создать атмосферу веры, в которой может прийти исцеление. Не моя роль разорвать череду проклятий в твоем роду, но ты можешь быть одним из тех, кто с верой скажет, «Мой Бог может обратить проклятие в благословение». То, что было недоступным для меня, когда я рос, обратиться в то, что у моих детей будет прекрасный отец, и у моей жены будет прекрасный муж, и когда мои дети вырастут, они тоже станут прекрасными отцами. Почему? Я не смогу их заставить, но мои двери не заперты, и они могут видеться в моей жизни добрый пример. Я буду созидать в своей семье атмосферу веры и ожидания. Я буду провозглашать обетование и принимать все с радостью. Я скажу, «Этот день сотворил Господь, и даже хотя в нем есть долины и тени, страхи и неуверенности, но последнее слово за моим Богом». И несмотря на опухоль, я говорю, «Радость в мою семью, радость на моих детей и на мой брак. Я говорю, радость во всей моей жизни. В вашей тайне скрывается шаг к прорыву». Что это за шаг? Он очень простой. Не просто верьте, что Бог может сделать это для кого-то. Верьте, что Он сделает это для вас. Он сделает это для вас. Я люблю нашу церковь и наших старших пасторов. Мы много говорим о нашем служении, но вы не понимаете, насколько сильное влияние мы оказываем. Это формирует нас как страну, как государство. Наше влияние очень сильное. Мне нравится слушать истории о том, как меняются жизни. Люди получают прорыв, и происходит то, что обычно само по себе не происходит. К этому невозможно привыкнуть. Нельзя просто остановиться на том, что есть. Решить, что мы и так уже достаточно много делаем. Нет, мы только начали. Мы — сообщество людей, которые делают следующий шаг. Мы все еще в пути, и мы все еще не пришли к пункту назначения. За нами стоит следующее поколение, и они тоже будут стражами на стенах. Они тоже будут бодрствовать и бороться. Но мы не прекращаем сражаться в битвах. Мы не идем только туда, где легко и удобно. Мы предпринимаем следующий шаг, не потому что это удобно, а потому что кто, если не мы? Если во время этой проповеди что-то происходило в вашем сердце, Дух Святой стучался в ваше сердце со словами, «У меня есть для тебя следующий шаг», то я хочу молиться о том, чтобы вы имели на это смелость. Если это вы, поднимите руку. Я верю, что это период следующего шага для этой церкви. Многие люди увидят прорыв в своей жизни. Для многих наступит новый сезон в их жизни, новая глава. Поднимайте свою руку. Возможно, ваш следующий шаг — научиться отвечать на призыв Бога в проповеди слова. Господь, я благодарю тебя за всех тех, кто поднял руку в этом зале и по ту сторону экрана. Аллилуйя! Дух Святой, я провозглашаю в их жизнь, что зрелость приходит к ним, приходит полнота в их будущее, и все состоится во время свое. И сейчас мы делаем шаг по направлению к духовной зрелости. Я молюсь, чтобы никто больше не хотел оставаться на том же месте, чтобы внутри них было неутомимое желание твоих благословений. Желание иметь больше тебя и больше твоего духа. Оно приходит, когда мы проводим время в твоем слове. Я молюсь о том, чтобы зависимости отступали, и люди в полноте посвящали тебя себе. Я молю тебя о том, чтобы они получали новое видение, чтобы рождался новый бизнес, чтобы духовное наследие людей менялось раз и навсегда. Не благодаря проповеднику, а благодаря провозглашенному Слову Божьему. Боже, я молюсь, чтобы ты особенно посещал нас в этом сезоне нашей жизни, чтобы ты подтверждал истины свои в каждой ситуации во имя Иисуса Христа, и все доскажут «Аминь». Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок». Дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас. Благословений вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok